всем привет ребята мальчишки девчонки значится видосик начнем немножко не стандартно с маленькой рекламки есть такой альянс семья нет я не в нем мы просто его попросили дать рекламку о наборе да вот значится красными буковками большими печатными прописными не путать прошу ни с чем другим написано семьи я до значится и тут вот голова есть к это в умом то бишь женщина-кошка вот на собственно на и ребята что они приглашают всех желающих кто хочет попробовать свои силы в клановых так сказать мероприятиях всяческих собственно вступить к ним и составить им компанию значится по требованиям у них чего да и ничего у них особенного нет как они говорят что война у них без будильника все события по желанию но если на войну пришел будь добр тапочки все откидай и все собственно говоря завершим вот ну вот такие вот ребята так что кто хочет попробовать свои силы как говорит с милостью просим заходите разувайтесь тапки оставляйте на улице но на мы собственно возвращаемся кто к тому зачем мы здесь собрались на это у нас войнушка сегодня мы войну им с альянсом оригинс реборн сначала мы подумали что кто это вообще такие откуда зачем и почему они вообще к нам попали но посмотрев на обороны как бы у ребят довольно таки есть неплохие неплохие составы очень даже интересные ангри сыканы тут всякие разные много дебучков всякие хепри ну прикольным прикольные ребята довольно таки неплохие ну и давайте смотреть их на одного больше ну и первый тапочек первый тапочек и значит соберем к нам с дебучком на плече и беру свою стандартную пачку желтенькую же то с две собаки и скадим ну и чего мы тут видим как бы скадим зеленый камень есть для скадим до для это для самой но надо сделать один ход чтобы ее зарядить как правильно тут чего-то сделать чтобы лишнего сильно не полетела давай попробуем вот так как бы есть еще вариант красных собрать но вот зеленые собрали нормально лишнего ничего не полетела блокируем экрана ну ну и начинаем методично в нее накидывать нам пробрасывать потому что нужно заряжать мне желтых как бы на желтых то вообще тут ни разу и немного зарядился мохнат чмой желтых камней ровно на 3 на поле вот вылезли еще немножечко вылезли да ну можно что значит поставить щиты мохнат чм потому что тут сейчас будут всякие дебуки артео там кана тоже если чё-то вдруг сорвется нормально пока мы защищены от всего этого безобразия джованни значит всех лечит ну и вот и вышло еще три желтых камня это хорошо это значит что мы зарядились это прекрасно ультует кана но нам не страшно ибо щиты мохнат че делают свое дело и так срезаем бронем уже тостиком и у кого убивать наверное будем стрелять в клоуна потому что он наверно один из самых здесь опасных ну и чудесным образом мои собачки загрызли и товарища автолика рядом с клоуном и это очень сильно облегчило собственно говоря задачу артео повесила свой прикол на джитоса как бы лечиться сейчас нежелательно потому что он сразу отвалится поэтому вы кидаем в пустоту ну вот желтый в пустоту еще полетели ну вот все теперь прикола артео спал можно подлечиться повесить щиты на всякий случай себе но я думаю они уже не пригодятся срезаем броню целимся в каннум и запускаем своих бульдожек зубастых отлично каннум пронесли артео там уже при смерти осталось ну вроде нормально давай сделаем вот так зарядим еще скадим ну и собственно давай артео мы заберем до чтобы она не мешалась под ногами артео забрали но и осталась одна джованни как бы сейчас особых проблем она уже не составит тем более мои желтенькие зарядились джитос и две собаки они конечно творят и вытворяют при наличии камня прикольные прикольные ребята пацаны мне нравится так ну и чего получился значит первый шот первый шот это хорошо это нормально такое мне нравится ну и вы видите еще да как бы я вот говорил в начале что непонятно чего за пацаны к нам приехали но счет как бы вот такой вот уже да как бы мы всираем но по тапочкам конечно у нас есть небольшой запас но посмотрим что там будет дальше как бы на волнах очень плотненько все было очень ровно мы шли и прям тогда было у нас был такой разговор что как бы не пришлось бы нам и всрать это все дело но посмотрим посмотрим что получится а мы идем на второй этап идем на селедку но тут очень неприятные плечи на основе дебучок аид тут же есть и товарищ джитос ну вот благо благо собрался тут зеленый кристалл у меня а это значит что моя кремхильда моя арте и винегриторик мой могут натворить конечно делов сейчас несмотря на то что у них защита от зеленых наверное бить мы будем вот в левый фланг да вот сюда в аида потому что у него больше маны и винегриторик соответственно будет интересней бить давай срезаем стихиечку бьем туда арте и орущим винегриториком на забираем аида отравили джитосы и селедку и теперь надо сделать какой-нибудь ход куда-нибудь чтобы они собственно говоря да вот таким вот образом покинули наш прекрасный игровой мир отлично отлично заряжаем тезку ну и тут я думаю уже все понятно один дебучок конечно может может напортачить может он всякой грязи своей тут натворить да он тут заблокировал всех моих трех ребят но благо тезка это все снимает хорошо ну и нам надо что нам надо еще зеленых зарядить чтобы вот с этими с двумя ребятами разобраться уже окончательно вот и в пустоту полетела там сейчас клоун немножко заберет маны у моего красного лысого мужика но это не страшно как бы ничего ничего страшного мы сейчас снова его зарядили давай заблокируем дебушка на всякий случай ну и вот и зеленые еще вылетели ну и все это второй шот ну как бы тут уже гадалки не ходи кремхельда артео и винегриторик это конечно на лютые ребята смесь такая очень жесткая бьют они довольно таки неплохо ну и второй шотик подошел подошел к нам он подоспел это приятная информация ну и нормально 57 очков и двигаемся дальше а дальше у нас значится снова к нам снова дебучок снова джитос как под копирку все одни и те же ребята берем другую немножечко такую еще команду берем снова артео берем уля макока и хеприка ну как бы заблокировать кану чем-то можно или попробовать ее пронести с камней ну благо вот есть трешка фиолетовых надо где-нибудь найти еще еще три чтобы зарядить хеприка и заблокировать кану где их собственно взять может быть выйдет вот здесь нет не вышел ни хрена но зато вышел зеленый вышел зеленые можно сразу сложить 4 и еще трешку да так мы делаем на 4 и трешка нормально нормально зарядился макок и уль а вот артео не зарядилась и висит на ней вот это закорючка ну да ладно ладно давай мы бьем в клоуна бьем в клоуна потому что кану мы сейчас можем добрать камнями вот три штуки здесь есть под ней клоуна мы конечно не добили и сейчас он ультанет в меня ну естественно он блокирует артео заблокировал артео козел так ну и шо нам делать как бы красно-желто-фиолетовое поле это конечно хорошо когда не заблокирован хепри хепри у меня заблокирован поэтому надо как-то чё-то тут кидать в пустоту и желательно не заряжать снова этого клоуна проклятого вот нормально у них теперь прошел дебаф от их каны они теперь как черепашки все набирают ману так моим а ну да собственно скинули собственно скинули будет сейчас этот рогатый козел японский ультовать да ну и чё он тут нам сделает бьют они прям четко в центр но в моего жука в мою артео и в джованни до чем-то они мне понравились конечно но давай попробуем зарядить свою джованни как бы нам надо жить все-таки хочется жить но благо благо комбо полетела клоуна немножко почикали так бы конечно он опять бы поднасрал бы очень здорово и это было бы не очень прикольно но давай ладно лечимся хорошо что получилось именно так мы давай в этого рогатого мужика мы прицелимся бьем туда артео срезали броню заряжаем туда макока на 900 и следом полетел уль нормально нормально этого рогатого забрали да попробуем еще заблокировать джованни ну естественно конечно же нет о чем я вообще мечтаю так ну и вот и зеленых да давай вот так в пустоту еще раз зарядили свою ударную пачку нормально подлечились артео лупанули во вражескую джованни вот так вот у ли мы и забрали и макок уже разряжается в джитос а ну и тут все понятно никогда один джитос тут уже в поле него и тем более у меня все жив здоровые все с огоньками все у них прекрасно и замечательно нормально нормально третий шот получился это хорошо 59 очечий добыто и продолжаем наш разговор берем команду с хеприком посерединке берем одина урана на таху берем зевса и фидипида чтобы лечиться чтобы уворачиваться ну посмотрим что из этого из всего получится давай смотреть так как бы хепри он конечно молодец но он может конечно очень здорово насрать насрать он естественно насрет это обязательно давай попробуем сделать вот так можно собрать синие камни у здесь внизу как бы зарядить зевса и заблокировать хеприка а потом попробовать его желтыми камнями как нибудь заковырять вот нормально нормально вот так вот собираем трешку заряжаем зевса и ёпта и дохар боли ну вот о чем я и говорил комбо полетела хеприка и заблокировались все до экстрим замечательным и это прекрасно ёпта блять и чё делать надо как-то куда-то кидать по сторонам пережить он три хода постараться никого не зарядить максимально при том что не заряжать и хеприка вражеского потому что если опять чё-нибудь блять в него полетит то это будет очень плохо а тут вот опять могло полететь на самом деле ну давай посмотрим да вот один ход последний остался можно собрать вот так вот желтых зарядился мой пенсионер они подлечились бьет мотобормот досталось моему красавчику зеленому ладно давай объем объем и парика вражеского и зарядить своих желтых хотя бы одним камушком там или зевса на синий и вообще никак ну вот давай попробуем вот так вот синих на 5 бля хеприк ультует и конечно же он блокирует моих желтых прекрасно молодец красавчик но ладно зарядились мы на зевсом но падла крылатая зеленая вот эта паскуда естественно убивает моего зевса который так в этом бою и собственно ничего и не предпринял интересного ситуация становится уже практически патовая мои желтые вообще практически отвалились на благо зарядился мой фидипит подлечились повесили себе немножко у воротов нормально но давай попробуем будем убивать вот этого мото обормота как бы всеми в него ультуем а он падла падла увернулся падла увернулся это очень плохо как бы добить его тоже нечем матильда пытается всех подлечить и он опять ультует хорошо у вороты работают от фидипида это радует это нормально но давай в пустоту будем пробовать кидать как бы выбор вообще у нас нет никакого желтые мои вообще уже там просто на соплях на желтых и каких-то болтаются не знаю как они вообще еще живы остались давай попробуем теперь убьем крылатого вот этого зеленого пидораса блять и мы опять его не убили 68 хп у него осталось да что за ёб твою мать такое этого блять желтого не убили этого хера блять крылатого не забрали при капец капец вообще забрали моего воде нам доковыряли но благо вот эти камушки они закончили дело с этим крылатым уродом его они добили но не добили вот этого чертика блять желтого с косой очень бы хотелось бы чтобы это произошло уже наконец-то матильда всех опять лечит благо лечит она не так много это нормально можно пережить давай желтых еще в пустоту и остался мой пенсионер как бы с натахой вдвоем ну давай посмотрим что они сделают сейчас то они убьют мы этого moto дохер там блять опять кавалер что-то как-то вообще затянулась партеечка ну вот хорошо он отвалился наконец-то и мои желтые опять просто на соплях повисли отхила фидипида катастрофически не хватает он снимает только миньонов как бы подлечиться уже ничего там и не остается конечно у ворота это здорово это хорошо но конечно хотелось бы чтобы он еще и лечился побольше но как бы что есть то есть давай бьем в матильду там под ней есть еще камни вот так нормально нормально живем лечимся теперь-то мы наконец-то подлечились немножко жизни стало побольше хорошо ну и давай давай еще поищем желтых камней как бы пусть эти со стрелочками камушки его бьют травят это на пользу мне давай пенсионер и натах она должна же забрать рогатого до на тысячу влупил натаха и как бы нормально победили но просто вообще на каких-то невероятных соплях очень повезло на скажем так что я тут не всрал и не сосал был очень близок к этому всему делу 58 очков добыта и конечно было очень потно ну и после таких неприятных и нервных тапочков идем на более спокойного как мне кажется демна снежка в плечах у него там значится сидит джованни пазик там есть но вроде ничего берем хеприка берем сюда мориган как диспелла станисом значится берем барошку как диспелла и весну мы как массовика и диспелла но нормально тут сходу далее очень много фиолетовых камней как бы мы собрали кристалл заблокировали лохматого хорошо можно повесить ворон нормально так и отлично вышли еще зеленые вышли еще и фиолетовые хорошо лохматый отвалился вороны его заклевали прекрасно ну и хеприк вообще на экстрим зарядился что очень даже хорошо и зарядились мои все зеленые ребята тоже прекрасно но это попахивает прям уже шотом скажем честно откровенно весной проходимся по всем вешаем травлю и теперь целимся в пазиком бьем бароном но срезаем стихийку лупим мы станисом забираем по зузу прекрасно своим хеприком ультуем умуляй даже все заблокировались три зеленых под критом станиса просто вообще унесли в невероятной дали фланг что очень даже хорошо но и опять мои зеленые все зарядились это прям как-то очень быстро все получилось очень хорошо камня в избытке тут было ну и конечно это победа тут как бы да ну все понятно без слов я думаю нормально нормально получилось 59 очков ну и последний тапчик идем на ангреса берем желтую пачку мишку диметру и талина берем сюда аида не стал я брать дисплейлом потому что там снежок есть ну как бы я подумал что надо немножко пострадать надо немножко потерпеть на то как то все слишком гладко на это не интересно как известно все любят когда блогеры должны страдать мучиться ну собственно за этим мы все здесь и собрались да это нормально и так трешка фиолетовых полетела и заблокировали мы немножко ангреса но закорючка на него повисла это хорошо и можно вот так вот четыре желтых еще в него закинуть и блять комбо не лети комбо не лети зарядился мой голубой дружок это прекрасная информация мы бафнули себе атаку ну и зарядились мои желтые пацаны на это значит что сейчас ангрес пойдет отдыхать причем он пойдет отдыхать очень быстро мишка срезал стихиечку товарищ автолик прекрасным образом прошелся по ангресу и по лохматому врагу и диметра в зеленую барышню высадуру просто на 1600 в херачила есть свою плюшечку и садора также отвалилась прекрасно зарядился еще мой аид ставим прекрасного миньона которого он вешает забрали мы собственно говоря лохматовым но этика и чего тут осталось то осталось ангербода и вот это вот желтая мадам которую я забыл как зовут но это уже не важно как бы вот вышли еще желтые камушки сейчас мы их соберем и собственно говоря с этими девками то мы и разберемся да ангербода там что-то бьет пытается навредить но в данном случае это уже бесполезно мишка талян делаем так и диметра забирает ангербоду да это было не сложно скажем так камни дали довольно таки хорошо ну и на оборона 5 800 принесла нам 57 очков это прекрасно но таким вот образом ребятки не получилось 6 шотов но и счет счет все-таки получился вот таким вот в полторы тысячи очков мы выиграли на хотя поначалу казалось что будет игра очень прям равная очень прям максимально неприятно но и такие вот результаты показали ребята кому-то повезло кому-то повезло меньше но в общем и целом скажем так всем относительно ровно и равно отвоевали да ну кому-то говорю да фартанула кому-то нет но на этом все ребята всем спасибо и пока пока до новых встреч